КАЖДОМУ МАЛЬЧИШКЕ Прошлого столетия. И за это время она настолько успешно внедрилась в массы, что танцоры из Казахстана занимают призовые места на чемпионатах мира. Брэгданс подразумевает это четыре, как это сказать, стержня, корня. Это топ-рок, то, что танцуются наверху, там изображают всякие эмоции. Футворк – это то же самое, только работа ногами внизу. Фрезы – это когда вы на руках что-то делаете, трюки. Ну и пауэр-моф – это кручение на голове, все, что связано. Это четыре критерия брэгданса. Если ты их все как бы умеешь, то ты круто смотришься и можешь выигрывать чемпионаты всякие. До недавних пор танцоры разделяли брэгданс на нижний и верхний. Но со временем исполнители смогли красиво совместить эти два вида ритмичных движений. Таким образом верхний и нижний брэг стали одним целым. Александр Сысоев – танцор старой школы и свои первые движения он копировал из музыкальных клипов. Вместе со своими друзьями Александр репетировал на школьном дворе, где каждый показывал то или иное действие и обучал своих товарищей. После долгих лет тренировок он смог принять участие в первенстве мира и занял третье место. Брейк танцуются изначально, это фанк музыка, это живая музыка фанк, джаз, фанк, если это все смешивается, то это как бы круто. Но в основном сейчас джаз танцуют, ой, фанк танцуют. Брейк бит, ну это такое старое, когда дышь, 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 такие колотежки были, но это старое уже. Сейчас в основном фанк. В Казахстане на сегодняшний день лидируют две танцевальные команды. Это Simple System из Астаны и коллектив с юга «Ну погоди». Они представляют нашу страну на чемпионатах мира и считаются фаворитами соревнований. Но все эти кубки, медали и поездки за границу даются не просто так. Это результат кропотливого труда. Также танцы учат человека не только пластике и зрелищным движениям, но и воспитывают характер исполнителя. Кроме того, занятия танцами могут сильно изменить жизнь. Начиная от стиля одежды и заканчивая выбором профессии. Ну как чувствуешь себя? Мне нравится, например, более свободно, кому-то нравится более обтягивающий. Как сейчас мода пошла, зауженные, внизу, чтобы обтягивали ноги. Я считаю, что у каждого свой стиль в брейк-дансе, не только в танце, но и в одежде. То есть как себя чувствует, если ему нравится кепку одеть, он себя чувствует круто, то он будет ее одевать. Также одежда, майка широкая, но мне нравится более широкая. Изначально корни брейк-данса – это широкие штаны, там круто, ну и движение, наверное, смотрится как-то, не знаю, красивее, мне кажется, нежели в широких, чем в узких. У танцоров, занимающихся брейк-дансом, хорошо развиты руки, шея и ноги, ведь в этом танце задействованы все группы мышц. Меня сюда на брейк-данс привел брат. Мне больше всего в брейк-дансе нравятся фрезы. Это стойки на руках. Брейк-данс – это для всех, для девочек и для мальчиков. Просто занимаешься, получается, брейк-дансом, у тебя само тело развивается. То есть тут все критерии физической нагрузки есть. То есть ты учишь сначала танцевать, переходишь вниз, работаешь внизу над собой, движения изучаешь. У тебя уже мышцы появляются автоматически из-за этого. Занимайтесь танцами и относитесь ответственно к каждому начатому делу. Хайра Туринов, Надир Салимов, Жангакун. Доброе утро, друзья. Программа «Жангакун» продолжается. Доброе утро, дорогие телезрители. Наши коллеги завершили свою часть, но мы ее только начинаем. Хотите оставить свой след в истории Марса? Тогда у вас есть шанс. Недавно НАСА объявило о старте проекта, где любой желающий может поучаствовать в создании первой карты Красной планеты. Участникам проекта нужно ее детально изучить и пометить потенциально важные объекты. Внешне топливный бак американского космического корабля многоразового использования доставлен в Музей Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе. Помещенный на гигантскую платформу, топливный бак был доставлен в Музей с помощью нескольких грузовиков. На всем 25-километровом отрезке дороги, по которой везли габаритный груз, пришлось снять провода линии электропередач и демонтировать фонари уличного освещения. Сотрудники музея Аушвицбергена у вас с Винцами обнаружили спрятанный узником концлагеря драгоценности. 70 лет они пролежали в эмалированной кружке с двойным дном. Анализ металла показал, что украшение сделано из золота 583-й пробы в Польше. А его владельце или владелице, конечно, ничего не известно. Но директор музея Петр Цевинский рассказывает, сам факт того, что золото было спрятано и где оно было спрятано, говорит очень много. Детеныш и режиссер Валаби в зоопарке Далласа сам выбрал себе имя, съев один из двух тортов с возможными вариантами. Специально для этого сотрудники сделали два торта из специального корма, арахисового масла и дыни. На одном была буква «Б», она сначала имя «Бурну», на другом «П» в честь города Куберпеди на юге Австралии. Немного подумав, 10-месячный детеныш начал поедать второй вариант и стал гордым обладателем имени Педи. Владелица сухопутной черепахи из Нью-Йорка решила найти человека, который смог бы выгуливать ее питомца, пока она сама на работе. Она была потрясена, когда с просьбой взять их на эту работу ей позвонили сотни желающих. Черепаха уже стала местной знаменитостью. За ее приключениями даже можно следить в социальных сетях. На протяжении вот уже 10 лет ежегодно 31 мая празднуется Всемирный день блондинок, с чем я тебя и поздравляю, Алена. Спасибо огромное. Впервые эту дату отметили церемонии вручения премии «Бриллиантовая шпилька». Это награда для талантливых, умных, успешных, модных и женственных блондинок. Странно, что ее до сих пор нет у меня. Что же еще интересного произошло 31 мая в разные годы, мы узнаем прямо сейчас. 75 лет назад в Германии готический шрифт заменен на латинский. 31 мая в 1891 году близ Владивостока была торжественно заложена Транссибирская магистраль. 132 года назад американский врач Джон Харви Келлок запатентовал кукурузные хлопья. 137 лет назад в этот день в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога. В 1868 году 31 мая в парке парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров. Это событие принято считать датой рождения велоспорта. 157 лет назад в этот день были запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг Бен. В этот день в 1815 году провозглашено создание Нидерландского королевства. 31 мая три года назад в Таразе завершился региональный конкурс выставка «Алтен Сапа», в котором приняли участие около 60 предпринимателей области. 5 лет назад в Стамбуле открылась фото-выставка о Казахстане, посвященная 20-летию независимости и установлению казахстанско-турецких отношений. В студии программы Жанг Акун генеральный директор языкового центра Ауэль Ержан, который расскажет о летних курсах для школьников и студентов. Доброе утро, Ауэль. Доброе утро, Ауэль. Скажите, какие курсы для школьников и студентов существуют сегодня? На данный момент вообще является очень множество различных курсов. Есть даже курсы массажа, курсы изо, то есть изобретительное искусство, рисование, курсы IT, сейчас очень популярно, программирование, дизайнерские курсы и так далее. Ну, конечно, языковые курсы в основном для школьников. Интересно. Ауэль, а как вообще ребенку определиться, на какие курсы ему лучше пойти? Это все, мне кажется, все-таки, видимо, уже в семье. Чем больше всего увлекается? Если ему нравится больше рисовать, ему нравится что-то красить, раскрашивать или что-то рассказывать. На данный момент даже есть курсы ораторское искусство, актерское мастерство. Некоторые дети даже уже со школьной скамьи, то есть с пятых, шестых классов, стараются посещать такие курсы, чтобы раскрыть свой потенциал, чтобы, значит, хорошо выступать перед аудиторией и легко вести себя в общении. Потому что на данный момент коммуникативные навыки очень сейчас требуются везде, не только в школе, но и даже при приеме на работе. Потом ему, нашему ребенку в дальнейшем будет очень даже выгодно и нужно при выборе какой-то профессии или даже дальнейшего будущего пути. А скажите, Ауэль, ну вот вопрос вам как директору языкового центра прежде всего. Летние каникулы, да, три месяца. Вы советуете посещать курсы все три месяца или, может быть, отдохнуть все-таки месяц? Вообще сколько нужно ребенку, чтобы качественно подтянуть уровень языка? Вообще, вы знаете, это зависит от методики, методики преподавания, от качества преподавания именно той или иной методики, технологии школы, английской школы, значит. И, конечно же, значит, зависит от самого ребенка. Вообще язык, мы учим язык годами. Всю жизнь мы с рождения учим и так далее. Даже, да, получается, вот, всю жизнь совершенствуем, свободно, чтобы владеть и так далее. Но, значит, в недельку два-три раза, в принципе, по полтора часа, 90 минут, то есть это два академических часа, было бы вполне неплохо для наших детей. Все лето? В три раза в неделю, но хотя бы месяца два. Один месяц, если он будет отдыхать, играться, расслабляться, то два месяца – это непрерывное обучение именно по языку. Ну, а вообще вы за то, чтобы дети летом все-таки продолжали учиться, чем-то заниматься? В принципе, да, потому что 90 дней все лето ходить только, значит, играть по компьютерным клубам или в кино, или сейчас очень модно все наши детки собираются в KFC, значит, да, это фастфуды, то есть еда, очень быстрое питание. Лучше интересно чем-то занять. То есть он может ходить на плавание и на языковые курсы, и, конечно же, где-то гулять вечером со своими друзьями. А, Оль, скажите, вот у нас в Казахстане, да, в частности, в столице, в Алматы, какой язык наиболее популярен? Куда, на какие курсы детей больше всего отдают? Английский, да, на вольское и все? Ну, на сегодняшний день процентов 90 даже, могу не побояться этой цифры, только курсы английского языка, английский язык. Ну, а второй по популярности? Второй идет в восточный язык, очень интересно. Китайский, корейский и так далее. Стоит задуматься, да, это же определенная тенденция, но с английским-то все понятно, а вот китайский… Китайский очень интересно, да. Ясно. А, Оль, спасибо вам огромное. Самая пора, дорогие друзья, задуматься о том, как отдыхать, ну и как учиться летом для нас и для наших детей. Доброе утро, меня зовут Максим Спариж. Сегодня мы с вами рассмотрим некоторые фотографии, которые представили пользователи Инстаграма. Я расскажу вам, как эти фотографии можно было бы сделать эффектнее, интереснее и красивее. Приступим. Первый кадр. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, получается, снимок, видимо, с какого-то базара, с рынка, то есть какие-то специи. Что мне в этом кадре нравится? Нравится то, что здесь, получается, нет ничего лишнего. По-моему, здесь это был намек на ритм, на фотографии. Вот. Видимо, это хотел именно это передать автор, вот. Но я бы сделал немножко по-другому. Я бы камеру опустил бы немножко ниже, сбоку. Таким образом, у нас бы получалось, что вот эти специи, они бы вот уходили вдаль. Вот. И был бы уже, получается, ритм именно на фотографии. Это смотрелось бы, по-моему, эффектнее. А чем мне вот именно эта фотография понравилась? Она понравилась мне тем, что здесь есть такая своя атмосфера. Атмосфера на фотографии – это очень важная вещь. Это важно тем, что она вызывает какие-то обделенные эмоции у зрителя. И вот именно эта фотография у меня такие эмоции вызывает. Такое ощущение, что это как будто, ну, какое-то рабочее место. Уже, получается, вечер, уже все вот уходят уже по домам. Пустующее рабочее место. И вот именно атмосфера этого места, она прям ощущается в этом кадре. Эта лампа, ну, напольная лампа, вот, она создает интересный свет. И, в принципе, этот кадр мне нравится всем. За исключением композиции, наверное, я бы лучше его слегка сместил вот в эту сторону, отрезал бы этот диспенсер, вот, и сделал бы немножко вот так. Следующий снимок. А вот этот, кстати, очень хороший кадр. Хороший он тем, что здесь, ну, чувствуется стиль минимализма. Вот, в принципе, для этого стиля бы очень хорошо это подошел бы именно квадратный формат. То есть у нас, получается, здесь, видимо, 3 на 4 соотношение этого кадра. А если бы мы сделали один это к одному, то в кадре была бы симметрия. То есть симметричные границы кадра, они смотрятся очень хорошо именно в стиле минимализма. Следующий снимок. Что мне здесь нравится, во-первых, здесь, опять же, ощущается атмосфера кадра. Вот здесь мы видим, что это уже закат, тут какой-то корабль, получается, проезжает. Вот, то есть здесь ощущается такая прям вот атмосфера, что мы возле реки, или, может, это какое-то озеро, или море, даже не знаю. Что важно, когда мы снимаем силуэты? Важно, чтобы они не соприкасались с какими-то другими частями кадра. То есть, например, здесь у нас, получается, корабль, он немножко прикасается к линии деревьев. Вот, и таким образом они вот так, ну, немножко сливаются. И смотрятся не очень. Вот если бы он был немножко ниже, получается, автор бы, если бы это собрался бы повыше, вот, тогда бы это смотрелось эффектнее. Следующий кадр. Хорошие в этом кадре, наверное, только то, что здесь интересная погода. Вот, и, в принципе, все. По композиции здесь, если честно, мне не очень это понравилось. Именно потому, что в нижней части кадра здесь какая-то каша. Вот здесь, получается, заборы, деревья, какое-то здание. Это все перемешано у нас. Это смотрится не очень на фотографии. И плюс ужасные вот эти провода. Было бы лучше, если бы их здесь не было. Их это можно было или там на фотошопе замануть, или просто чуть отойти вправо. Следующий кадр. А что здесь мне понравилось? Понравилось мне здесь, наверное, ничего. Потому что на фотографии снова все перемешано. Все перемешано. Здесь нету, в принципе, никакой композиции, ничего. Но это хороший, как, получается, репортажный снимок. То есть мы показываем, что мы, получается, были на этом мероприятии. Вот и все. Следующий кадр. Если честно, мне вот именно вот эта фотография, мне понравилась это больше всего. Тут, в принципе, даже нечего комментировать. На фотографии мне, получается, понравились именно вот эти линии. В кадре, потому что именно по этим линиям у нас идет внимание человеческого глаза. Вот, плюс есть очень хорошая палитра. Вот, такой синий фон. И на этом синем фоне очень хорошо выделяются контрастом именно вот эти листья и вот стаканчик с морсом. Плюс еще многие фотографы. То есть это тоже так интересно смотрится. То есть уже как-то создаётся атмосфера кадра. То есть это кадр самый лучший. Я, в принципе, здесь даже нечего критиковать. Если вы хотите, чтобы в следующем выпуске я оценил именно ваши фотографии, то публикуйте их в Инстаграм под хэштегом Жена Кун 2. Удачных вам кадров. До новых встреч. Знаешь, Алина, что мне нравится в детях? Так это их стремление к познанию окружающего мира. Ты прав. Мы, взрослые, к сожалению, со временем теряем к этому интерес. А еще забавнее то, как это все они описывают. Друзья, вашему вниманию наши балопанчики. А киты, я думаю, что охочутся они на рыбок. Киты охочутся на... На... Я думаю, что на рыб. Медведи. Это как дельфины, только... Только они хорошие, но они ест... Они ест малюсеньких рыб. Таких малюсеньких. Вроде еще, может, и на огу вообще-то. Мне хочется на мазких жителей. Они качественно обладают друзьям, друзьям, я так думаю. Ну, защищать хорошими. Добрым. Помогать. Хорошими, добрыми. А если злой друг у него, то не надо с ним дружить. Помогают. Делиться должны. И другие дети должны. И сам ты должен делиться с ними. Еще достать, что падает. Ну, они должны любить друзей. Ну, они должны делать, как нужно, как друг. Помогать. Все это делать. Ну, и делать с командой. И все. Доброе утро, Диляра, Беруни. Спасибо, что вы к нам пришли. Насколько мы знаем, вы абсолютные новички в кино. Как вы пришли в кино, тем более сразу с полного метра начали. Ну, да, это как-то очень... Всем бы такой старт. На самом деле, все получилось спонтанно. По крайней мере, я вообще не планировала и даже не думала в один из вечер обсуждения кино. Как раз режиссер приехал и обсуждали, как это все будет, что и вдруг вообще ни с того ни с сего предложение. А может быть, ты вообще сама сыграешь это все дело. Ну, и в итоге мы договорились на том, что я прохожу курсы, я учусь, и потом мы делаем пробы. А, то есть это не с бухты-барахты. Все-таки вы как-то готовились, да, к этому? Да, конечно, мы готовились. И я готовилась в течение трех месяцев, даже больше. И уже потом, во время съемок, у нас постоянно тоже подходила, мучила режиссера. Что, как, зачем, кто она, почему она так отреагировала. Ну, в общем, где-то вот так у нас все происходило. Спонтанно, быстро, но очень интересно. Беруни, а вы? Как получилось? Ну, Асхад Садрабай мне позвонил, сказал то, что пришел режиссер, на пробу позвал. Я пошел, и вот прошел. Вот так вот все просто. Давайте немножко расскажем нашим зрителям. Премьера фильма уже состоялась, «Моя чужая». Тем более нам эта тема с «Достеном почему близка», потому что в этом фильме снялись наши коллеги, наши знаменитые актеры, которые тоже являются ведущими программы «Жан Акун». Это Гульнара Досматывая и Жан Бажанбаев. Так вам с ними работалось? Они же такие уже матерые актеры. Как раз таки вот с матерыми актерами, мне кажется, легче, потому что они дают обстановку, то есть ты абсолютно им веришь, следовательно, ты доверяешь всему, что происходит, и ты начинаешь верить в ситуацию, и, следовательно, все получается очень легко и просто. Друзья, что было для вас самое сложное во время съемок? Ну, много всего, потому что все новое, все сложное. Запоминающийся момент у меня был, допустим, опыт с «Лошадьми». С «Лошадьми»? Да, у нас была сцена на «Чарыне», то есть и «Лошадь», вы представляете, какая там поверхность, и бедные лошади шатаются, а ты должен на них удержаться, при том, что ты не ездишь верхом, и это все-таки было. И сколько дублей было? Дублей было очень много. Я помню, Беру не стояла, но она постоянно ходит по мне. Лошадь даже по мне ходила. Да, да, там сценка есть такая, то, что мы на закате, да, стояли, должны были стоять и идти с лошадьми еще. Да, еще сложность того, что это... Она еще боится лошадей. То есть закат очень быстрая штука, то есть это буквально две секунды и заканчивается. А я боюсь, я не могу стоять рядом. Режиссер говорит, надо, стой, сейчас пропустим момент, стой. Ну хорошо, он мне помог, он на самом деле и держал и мою, и свою, хотя в кадре это не видно, но он удерживал обе лошадь. Ну давайте для тех зрителей, которые не видели еще фильм, да, которые могут его посмотреть в прокате, в интернете потом, о чем этот фильм «Моя, чужая»? Это комедия, это мелодрама, да, наверное, скорее всего? Это мелодрама, фильм на самом деле очень красивый. О любви, о судьбе Хайба, она там не была очень загадочная, приносила очень много сюрпризов, тем не менее она дарит очень много, наверное, шансов, что ли, дает людям. Другое дело, используем мы это или не используем, это другой вопрос. И вот в фильме очень много таких параллелей, где можно сесть, подумать и посмотреть, что же, как же, и... Интересно, что же зритель возьмет себе на заметку, как бы просмотрел ваш фильм, что он там увидит? Я думаю, что каждый, любого возраста человек может найти в этом фильме что-то, потому что там фильм, построенный на диалогах, на очень красивых. надо слушать, смотреть, и мне кажется, у каждого возникнет вопрос, да, вот у меня же когда-то что-то такое было, я вот прошел мимо, либо наоборот, вот у меня то же самое было, и я вот не прошел. А есть ли у вас в фильме экшн-сцены? Экшн-сцены тоже. Помимо лошадей. Которые просто наступали, да? Нет, у нас на самом деле очень много красивых кадров, у нас фильм. Да, он такой более романтичный, да? Да, мы любим город наш, у нас показано очень много локаций именно городских, красивых. Самое действие происходило в Алмате. В Алмате, да. И у нас вот как бы фильм позиционирует, как именно история, происходящая в нашем любимом городе Алматы. Диляра, вы так заинтересованно говорите обо всем этом. Чем вы занимались до того, как у вас случился такой очень интересный опыт? И если вы уже прошли обучение, да, и стараетесь расти в этом направлении, все-таки думаете продолжить как актриса? Или это будет как такое профессиональное хобби? Ну, вообще эту профессию, хобби, ну, делать из нее хобби я просто не имею права, потому что я очень уважаю эту профессию. Поэтому к этому подходу даже у меня был такой серьезный подход, почему я и занималась сразу вечера, забросив все, при этом работая в другом месте. Ну, а кто вы вообще по профессии? Я экономист. Ага, вот так вот. Вы тоже, получается, экономист. Нет, я не экономист, у меня технический образователь. У нас здесь собрались у меня актеры. Да, 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 ребят, я хочу сказать, что вы счастливчики, потому что из профессии экономиста, да, и технического образования вот так вот прыгнуть в кинематограф, причем в полный метр, который по всей стране, да, проходят показы, билборды я видела везде, да, ваши. Так что просто везунчики, я вам желаю успеха. Спасибо большое. Но верни, вы упоминали, что вы собираетесь еще сериалы, да, какие-то снимать? Дай бог, да. Мы сейчас вот с Дилькой сделали продакшн, и дай бог будем снимать. Открыли продакшн свой. На чем он будет специализироваться? Ну, мы с ним хотим снимать передачи, а также планируем сериал. Еще все настолько в зародышном состоянии, что пока не будем говорить об этом, потому что еще не знаем, как все будет. Но да, планы большие, планов очень много. Надеюсь, скоро вы все увидите. Мы, конечно же, соленые вам желаем только успехов, конечно же. Спасибо. Берония Диляра, а какие фильмы вы любите смотреть? Я разную. Фантастику люблю. Фантастику. Да, комиксные вот эти. А вообще, есть такая мечта сыграть супергероя? Ну, как там, супер-восьмерка, да, там? Четверка. Да, конечно, сыграл бы. Очень бы. Но вы готовы как Диляра? Диляра три месяца училась актерскому мастерству, а супергерои – это значит стальные мышцы, там, где-то, подкачаться. С удовольствием было. Он, на самом деле, тоже очень серьезно подходил к вопросу. Были даже у нас совместные работы, то есть в зале мы занимались совместно, нас пытались, чтобы мы все-таки понимали друг друга. Подготовительный. Выкладывайте просто. Подготовительный период у вас было три месяца, да, получается? Да. Мы готовились три месяца проекта. Довольно-таки очень хороший срок. Вот я сижу тут с актерами, которые не являются профессиональными, но добились успеха. Чувствую себя как-то даже немножечко чужой. Нет. Тоже попробовать. Если что, зовите нас на эпизодические роли. Ну, меня, по крайней мере, до стены можно на главную. У нас уже суперпрофессионал. Диляра Беруни, у нас существует прекрасная традиция. Все наши гости в нашей утренней программе дают нашим телезрителям определенный настрой от себя. Так что просим сейчас об этом и вас. Что я хочу пожелать нашим телезрителям? Это, конечно же, доброго утра ежедневно, света, тепла вашему дому. Ну и всего хорошего. А мы постараемся радовать вас. Желаю позитива каждый день, чтобы не унывали, чтобы у вас все было отлично. Ну что ж, друзья, вот такие у нас сегодня прекрасные гости, позитивные, красивые, молодые. Пусть ваш день пройдет под знаком удачи, тепла и всего самого хорошего. Отличного дня, друзья. Субтитры подогнал «Симон»